Гвен Рене Стефани Престижное образование Университета штата Калифорнии в Фуллертоне не сильно помогло ей в поиске престижного трудоустройства. Первой работой Стефани было мытье полов в фастфуде Дейри Квин. Впрочем, о своем опыте Гвен не стесняется рассказывать и не жалеет. Более того, о том периоде жизни певица вспоминает с гордостью. Первую песню Гвен Стефани написала в 17 лет, и этот момент перевернул жизнь певицы с ног на голову. В 1986 году на свет появилась группа No Doubt. Ее организовал старший брат Гвен, а басист команды Тони Каннел надолго стал партнером для певицы. Как она позже признается, все ее песни были о нем. Группа довольно долго ждала своего звездного часа. Первые два альбома коллектива практически не заинтересовали слушателей. А вот третий под названием Tragic Kingdom с такими хитами как Don't Speak и Just a Girl позволил группе шагнуть далеко вперед. В 2000 году Стефани стала работать самостоятельно. Сначала певица записала вместе с Мобби сингл «Саус Сайт», а спустя два года последовало совместное творчество с «Ив», которое дало миру сингл «Let Me Blow Your Mind», за который Гвен получила престижную награду Грэмми. В 2004 году Гвен Стефани выпустила первый сольный альбом под названием «Love Angel Music Baby». У пластинки был оглушительный успех. Альбом по праву заслужил пятую позицию хит-парада Billboard Top 200. Сингл «Холлбэк Гёрл» журнал Billboard признал самым продаваемым в Америке по итогам года. Композиция даже заслужила две номинации на премии Грэмми. «Холлбэк Гёрл» Вторым сольным альбомом певицы стал «The Sweet Escape», главным синглом которого стала совместная работа с популярным американским певцом Эйконом и называлась «The Sweet Escape». Благодаря этой песне Стефани получила номинацию на премию Грэмми в категории «Лучший поп-дуэт». В 2012 году Гвен Стефани и ее группу «No Doubt» ждал шумный реюнион с альбомом Push & Show. Сама певица на сегодняшний день является дизайнером собственной линии одежды «Лэмп» и продолжает заниматься сольной карьерой. Совсем недавно Гвен выпустила уже третий студийный альбом. Субтитры делал DimaTorzok